Все случилось в двух километрах от дачной вершине. Именно в этом районе Дмитрий Попов вместе со своим отцом Федором обнаружили волчьи следы. Общество сообщили, вот, и Егерякову с помощью игры помогли. Что да как, расставить все правильно. Хищников было двое – волк и волчица. Для их поимки звероловы впервые применили тактику флажковой охоты. То есть круг, в котором, как в замкнутом пространстве, оказались волки, охотники обложили красными флажками, сумнца за которые серые не рискнут. В нашей организации ежегодно проводятся мероприятия по регулированию численности волков в Котловском районе. Бывали сезоны, когда добывалось по 19 волков. В прошлый год было добыто 10 волков. В этом году на данный момент 4 волка. Охота на волков в Котловском районе ведется не случайно. Это единственный способ регулировать численность хищников, которые давно перестали быть санитарами леса. И вместо того, чтобы поедать падаль, охотятся на беззащитных зверей, тем самым внося дисбаланс в природу. Волков в нашем районе много. Все окраины, деревни и поселки, если взять, Шипицыно, Федотовскую, Вешкурье, Янское, Саватию, Новиково. Это все везде кругом входят волки. Они всех маленьких лосей съедают. Но беззащитные лоси не единственные жертвы матерого хищника. В последнее время волки безбоязненно выходят к населенным пунктам, нападают на скот и домашних животных. Ни одна собака с нашим волком не справится. Степные эти волки поменьше. А у нас 60 килограмм машина. Рвет все на ходу на раз. Что там говорить? Собачку ей только берет спокойно за гривок и уносит. Александр Сидельников – охотник с 50-летним стажем. В свою бытность, говорит Зверолов, за голову убитого волка можно было получить едва ли не месячную зарплату. Сегодня программы стимулирования с целью регулирования поголовья волков в Архангельской области нет. У нас стоит вопрос, что это решается на областном уровне, чтобы уделялись соответствующей премии для этого. И тогда будут охотники рады заниматься. Сегодня Звероловы охотятся на волков на чистом энтузиазме, согревая себя мыслью о том, что приносят неоценимую пользу обществу.